Всем привет, это Евгений Брян. Это Юрий Лампочкин, гитарист группы The Korea. Использовать мы сегодня будем инструмент от компании Mayones, стимиструнный, дюэль, вид, кастом сеть. Запитываем мы это все 9-вольтовым блоком питания. И все это дело мы будем заводить вот сюда. Будем использовать Quart Cortex от компании RealDSP для того, чтобы это послушать. У нас здесь есть кабинет Fender Twin, точнее голова Твина и кабинет от Твина. И, в принципе, здесь больше ничего мы использовать не будем. Взял гитару и сразу сходу. Ну, типа, сходу вообще. Первое, что приходит в голову, когда берешь акустическую гитару, если ты играешь только метал. У нас же есть приборы для этого, да? У нас же есть да, пидар. К сожалению, не смогу испортить. Или смогу подождать. Тяжело продавать педали, на самом деле, я по себе знаю, потому что у меня огромный педалброд был. И это очень тяжело было, когда мне нужно были там средства на покупку другого рода. И поэтому мне нужно было продать педали, чтобы там, условно, купить процессор. Вообще, это, кстати, очень интересная тема, потому что я в определенный момент, я же вообще процессорами не пользовался никогда, то есть только педали. У меня там был в 2012 году проц под, не помню, какая модель, я попользовался годик, выкинул. Потом играл на педалях, потом я вернулся опять в пятнадцатом году под HD300, по-моему, у меня был. Это отвратительный процессор вообще абсолютно. С ним я отъездил один тур и все, больше я к нему не возвращался. Затем, получается, вот после пятнадцатого года я перешел на педали, и до, вот там, до прошлого года, условно, или до позы прошлого, не помню, я пользовался только педалбордом. У меня либо кабинет на сцене ставили, либо этот самый. Потом у меня появился капсимулятор от компании Шифтлайн, Кобзон, который Кобзон X. Очень крутой, на концертах вообще выручал пипец. И в итоге вот столько времени прошло, вышел проц, и я как бы к ним всегда относился очень, очень сдержанно и очень предвзято, потому что, ну, я слушал на студии разные там процессы, слушал там АКС первый, вот когда он только еще вышел там, и так далее. И мне вообще абсолютно не устраивал звук, то есть для меня все равно, я прям слышал, что цифра. То есть, возможно, это просто загон был, то есть, я не берусь судить со стопроцентной вероятностью о том, что там процессоры говном всегда были. Нет. И в итоге вот вышел, типа, не Урал, и мне стало очень интересно, что это там за Neural DSP, и меня, в общем, в итоге просто любопытство пересилило, причем я был уверен процентов на 80, потому что он мне придет, я его посижу, потыкаю и в итоге продам, потому что не признавал я вообще цифровые такие вот штуки. А в итоге пришел, и он меня настолько поразил, что я почти все педали продал, и в итоге вот остался на нем. В нем, какой в нем хороший плюс? Он умеет копировать все педали, кроме вот таких, которые мы сейчас рассматриваем. То есть, если, например, у меня были педали там вот условно на вроде вот такого вот, такого вот плана, я взял туда скопировал, и педаль может продавать. А вот Холл и Ревер, блин, не умеет он копировать, чему-то у меня не получалось, во всяком случае. Потому что, я думаю, что он воспринимает это просто как комнату какую-то там, обработанную. Ну, можно их использовать вот так вот. Все включаешь, в педалборд собираешь, и одной кнопочкой вот, там включил. И выключил. Килл и молл, так это там, а какой у них там строят? У них же стандарт там, по-моему. Не, а что ты сейчас играл вот это? Ну, можно, в принципе, на этом самом, да, сыграть сейчас. Я уже и не помню, как это играть. Сразу видный человек. Когда-то я знал, как играется. А что, какие там еще у них были песни известные? Ну, металлика все-таки, она тоже мимо меня так прошла. По-касательной, скажем. Я там всякие штуки типа этого играл. То есть там слепноты всякие, вот такой вот. Всякую такую безовщину. Так вот, что про этот? Возвращаемся к педали. Заметил, что даже при таком вот уровне эффекта, то есть его достаточно много, когда ты играешь какие-то такие нагруженные партии, где много нот, оно это не замыливает. Ну, мне во всяком случае так показалось, то есть... Все слышно, и при этом эффект как бы остается. А могло бы превратиться в кашу запросто это все дело. С металликой ты меня, конечно, озадачил. Я вообще... Немножко в другой интерпретации, боже. Там, там, кори Тейлор покусывает. Кстати говоря, вот интересный момент, я тебе расскажу. Можно снять, можно так... Какой большой тюнер! Да, этот... Кстати говоря, один из немногих тюнеров, которые ловят, мы же вот играем достаточно низко. У нас вот нота верхняя. Хе-хе-хе. Хе-хе. 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 Хотел я вам сказать один нюанс, вот смотрите. Подснимешь все-таки это? Давай-давай, я что-то понимаю. Вот это, правда, это не очень относится к этим педалям, но нюанс интересный. Вот у нас есть два пресета, в принципе одинаковых, отличающихся только эквалайзером, но эквалайзер очень хитрый сделан. Вот, например, мы берем эффект, вот так звучит просто кабинет там с головой, в общем, на шрямб с альбомом, в общем. Берем этот же эффект, только здесь еще добавляется эквалайзер, но такой хитрый. И этот звукан, он вообще, в принципе, остается таким же, но звучит абсолютно по-другому. Разница такая вот прям. Что для этого нужно, чтобы звук так поменялся? Так, короче, делают всякие американские гитаристы. Добавляю два эквалайзера. Первый эквалайзер добавляют после этого самого, после грелки. Нет, после, нет, я собрал, до грелки они его добавляют. Они убирают весь низ на нем, абсолютно, то есть вот он у меня вот срезан. До скольки у меня тут срезано? Ну вот, ну почти, почти до 200, короче говоря, весь низ срезан. А потом добавляется второй эквалайзер после уже всего, после всех прохождений, и здесь низ наоборот поднимается. Вот его видно. То есть у нас есть эквалайзер, который до перегруза условного, он обрезает низ, и второй эквалайзер после перегруза, он возвращает низ типа на место. И, короче говоря, это дает такие вот интересные плоды, потому что если послушать, прям оно очень включает. То есть очень прикольно. Предлагаю взять на заметку тем, кто любит всякие металлические штуки. Два эквалайзера, самых простых, один до, один после. На одном обрезаем низ, после ди-сигнал. То есть вот прям звук, который вышел вот отсюда, вот он пошел, вот на нем надо типа обрезать низ немножко. Потому что когда у тебя все заходит вот в эту вот цепь перегруза, и туда еще попадают лишние низкие частоты, оно там мешается и немножко такая в нижнем сегменте звука образуется вот эта вот мешанина не нужна. А тут мы это все дело обрезаем и уже добавляем низ на сам подгруженный вот эта вот серединка нужная и вверх. Причем на басовых многих педалях есть, там тублер, который так делает, с определенной частоты запускать перегруз. Так что вот это так, небольшой этот, как это сказать-то, небольшой бонус для любителей металла. Вот так должна звучать обязательно гитара, если играешь металл. Да, обязательно должна быть расстроена гитара, если играешь металл. Немножко диссонанса она так, это так нужно. Да, да, все. Да, к сожалению, играть я не умею, но вот разбирать педали у меня точно получится. Сейчас мы их и покоцаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА